Девушки отдыхают Его рассказы расстилались как эреванские ковры и ими ярко украшались гиреев ханские перы. Вау, эреванские ковры стали пушкинской метафорой. Вот, оказывается, какой прекрасной славой пользовались ковры эреванского ханства. И обрати внимание, Пушкин возвел их в метафору в октябре 1828 года, в последний месяц официального существования эреванского ханства. Вот так новость. А ведь многие уверены, что ханство было ликвидировано в феврале, сразу после подписания туркменчайского договора. То-то и оно. Мало кто знает, что персидский шах не расифицирован на территории эреванского и нахчеванского ханства. Разве могли Огузы предки азербайджанцев представить себе, что на их исконных землях появится страна Армения, а шах Исмаил, приказавший в 1504 году возвести город-крепость на реке Занги, а его визирь Ревангулухан, который за 7 лет построил эреванскую крепость, ему в дурном сне не приснилось бы, что их город станет армянской столицей. Ведь сначала он назывался Ревангала по имени Ревангулухана. Добавилась буква И в русской транскрипции. Так вот почему Пушкин писал «Эреванские ковры». И это значит, что российское дворянство знало и высоко ценило прекрасные ковры Азербайджанской Эревани ханского периода, а не армянского Еревана. Иначе Пушкин написал бы «Армянские или Ереванские ковры». А давай посмотрим, что есть в инете об эреванских коврах. Хорошая идея. Вот нашел книгу «Азербайджанские ковры» «Эреванская группа». Посмотри, как красноречивы узоры на наших эреванских коврах. В них отражено мифологическое сознание древних церков. А вот фильм о коврах и реванской группы. Видишь, оказывается, в армянской СССР исключительно по эскизам азербайджанских ковров и реванской школы. Вот так подлог. Посмотри, на коврах этого комбината рядом с тюркскими символами нанесены армянские буквы. Теперь понятно, создавался миф об армянских коврах. И все же, несмотря на все уловки армян, эреванские ковры и изобиджанские коврадели. «Скорил томик Гюго». «Конечно, помню». «Кстати, классно сказал Гюго. Албазы в грязи не тают». Да, действительно, алмазы истины не тают в грязи, лжи и подмогу. «Кстати, классно сказал Гюго. Албазы в грязи не тают».